Всем привет! Меня зовут Дмитрий и вы находитесь на канале Луна Байк. Весна подходит к концу и думаю самое время уже переобуть резину на фэтбайке. Я сниму свой снова шторм шипованный и одену мои любимые облегченные фэтпама. А также я решил вернуться к облегченным камерам от компании Швальба. Правда предыдущие камеры у меня прожили не очень долго. Причин тому несколько. Во-первых, обода у меня рассчитаны под автониппель, а у камер Швальба ниппель преста. Плюс ко всему у меня был дурацкий насос, который был без шланга и при каждом накачивании ниппель мотала из стороны в сторону, что также способствовало быстрому повреждению. Плюс езда на низком давлении на фэтбайке. Камера немножечко сдвигается, ниппель гуляет в отверстии. Ну и, соответственно, вот оторвало ниппеля. Ну, в этот раз я применю некоторую хитрость. Об этом вы узнаете чуть позже в видео. Ну, а теперь давайте приступим к разбортовке. Начнем мы с заднего колеса. Фэтпокрышки разбортировать можно без всяких инструментов. Хотя, наверное, бескамерные обода нужно все-таки применять какие-то инструменты. У меня обода обычные, не бескамерные. И, кстати, бескамерные их сделать невозможно. Даже гетто бескамеркой. Выкручиваем ниппель. Так, все. Теперь можно разбортировать. Многие спрашивают, когда же я сделаю все-таки бескамерные обода. Тут, честно говоря, меня сжаба душит покупать бескамерные обода. Все это переделывать на новые втулки. Потому что какой смысл в старых втулках? То есть они у меня на насыпных подшипниках. Если уж делать новые колеса, то на промподшипниках. Поэтому я оставлю это для нового фэтбайка. Когда-то я все-таки буду собирать новый фэтбайк. Тем более, сейчас появляется очень много интересных рам. Думаю, пройдет еще немного времени. Я все-таки соберу себе новый фэтбайк. И вот тогда уже сделаю бескамерные колеса. Ну, а пока будем ездить на облегченных камерах от Швальба и легких покрышках от Чао Янг. Камеру отложим в сторону. Позже я ее уберу аккуратненько. Так, теперь снимаем саму покрышку. Кстати, за зиму я потерял только один шипик. Вот, посмотрите. И то, потому что он как-то слишком торчал. И случилось это, опять же, когда уже снег практически сошел. То есть где-то на асфальте тормозил или еще что-то. За всю зиму я реально не потерял ни одного шипа. Все это произошло уже весной. Так, покрышку также откладываем в сторону. Вот мои покрышечки летние. От компании Чао Янг, от Мама. Одну покрышку я, к сожалению, в конце лета порезал. Ее надо будет поставить на переднее колесо. Сейчас посмотрим, какая из них порезанная. Так, здесь заплаток нет. Это пойдет на заднее колесо. А здесь вот у нас такая заплаточка. Она пойдет на переднее колесо. Так. У нас колесо вращается вот так. Значит. И покрышку надеваем вот так. Можно, конечно, не по стрелочке ориентироваться, а по направлению протектора. Вон должен быть елочкой, как бы вперед, как бы показывать рисунком своим, что вращается вот по часовой стрелке. Так вот, я приготовил новенькую камеру Швальба. Она рассчитана как на 4-дюймовые покрышки, так и на 4,8. Давайте еще раз ее взвесим, кто не смотрел предыдущие видосы. Включаем весы. И кладем камеру. 397 грамм. Так, это у нас старая камера. Я ее так смотал резиночкой. Она у нас 428 грамм. Ну, невелика, конечно, разница. Давайте еще положим ниппель. 429. То есть разница примерно грамм 30. Невеликая разница в весе. Ну, попробуем. И вот та хитрость, о которой я говорил. Я применю специальную шайбочку. Не знаю, видно, не видно. Это обычная шайбочка, которая подходит по диаметру к ниппелю. Вот, то есть чуточку его больше. Я ее одеваю для того, чтобы... Вот эта гайка, у которой есть специальные выступы, для того, чтобы адаптировать ниппель-преста под обод, рассчитанный на автониппель. Вот, но в прошлый раз была проблема в том, что вот эта часть покрышки, она просто залезала внутрь обода. Ну, и все плюсы, которые дает вот эта вот гаечка специальная, они просто исчезали. Ну, и не мог до конца, получается, ниппель притянуть. Сейчас, с этой шайбочкой, думаю, все будет по-другому. Вставляем камеру в покрышку. Затягиваем гаечку здесь. Да, вот теперь она закручивается до конца. Шайбочка дала свой результат. При этом ниппель не болтается. Так, теперь немножечко подкачаем камеру, чтобы она лучше распределилась. Теперь забортовываем покрышечку. Покрышку мы установили, теперь накачаем камеру до конца. Еще одна проблема, у меня с прессом не нету. Нормального манометра под прессом. Только через переходник все придется делать. Но, думаю, мы справимся с этой проблемой. Так. Теперь нужно еще немножко покрышечку распределить. Пока до конца не докачали. Потому что он вот здесь действительно такой. Покрышка, конечно, заметная лужа. Хотя это какие-то миллиметры. Но уже видно, что она не такая агрессивная, как зимняя. Думаю, пойдет. Короче, даже с адаптером не получается нормально измерить давление. Придется специальный манометр велосипедный покупать, который рассчитан на прессу и на автониппель. Ну, а пока будем ездить с давлением на глаз. Благо, опыт у меня большой. Ну что, теперь займемся передним колесом. Кстати, посмотрел в перерыве между разбортировкой видос старый, где я устанавливал камеры швальбы. По ходу, там у меня весы немножко подбирали. Сейчас я использую такие вот напольные весы кухонные. Раньше я использовал безмен. И он, видать, не очень точно измерял, потому что швальбы камеры у меня были 375 грамм. Хотя действительно, производителям заявлено 390 грамм. Ну, у меня получилось 395 грамм. Это нормально. Вот. А текущие камеры у меня получались 455 грамм. Ну, то есть грамм 20 плюс-минус безмен урал. Так, разбортируем. и достаем камеру. Отложим ее в сторонку. Снимаем покрышку. Так. Нацепил покрышку. Теперь берем камеру. Скручиваем гайку. И одеваем такую же шайбочку, как это делали на заднем колесе. Теперь аккуратненько укладываем камеру в покрышку. Забортовываем. и немного подкачиваем, чтобы распределить покрышку нормально. Так, распределим покрышку. Ну, а теперь до конца накачаем. Так, думаю, достаточно. Ну, вот и готово. Осталось колеса поставить на велик и можно уже будет гонять. Вот я и закончил переобувку своего железного коня. Осталось только просиликонить шипованные покрышки Chao Young Snow Storm, чтобы они не сохли во время хранения. А вы не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылкам в описании. Там тоже много ничего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok